Здравствуйте, дорогие мои телезрители, телеканала Афонтова и, конечно, мои замечательные подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Я очень долго была в отсутствии, я прошу прощения, этот сезон у меня как-то, знаете, прошел не здесь. И все-таки на моей даче есть порядок, и все-таки у меня все выросло. Но сегодня речь пойдет о моркови. У нас уже наступила осень, естественно, это сентябрь вовсю, бежит прямо, не знаю, дни мелькают, не знаю как. И сейчас все начинают выкопку моркови. Рекомендую все-таки для того, чтобы морковь выкопать и уложить ее на зимнее хранение, выберите знак, который будет проходить луна по календарю, сухой и бесплодный или полубесплодный. И желательно, чтобы все-таки луна была, наверное, растущая, я так думаю. Так было бы лучше. Лишняя влага от корневой системы как бы немножко приподнимется. Но речь опять не об этом. Вот я стою около моей гряды с морковкой и хочу сейчас вместе с вами проверить все теории. Как хороша морковка, посаженная очень редко, которая дает много пальцев. Эта проблема возникает и от редкой посадки. Как ее обрезать для того, чтобы ее отправить в подвал? Во что ее упаковать, чтобы не нанести урона своему урожаю? Вот об этом сейчас пойдет речь. Я вооружилась до зубов. У меня вот здесь в руке нож, а вот это вилы. Посмотрите, я буду выкапывать морковь. Ее, как, например, лук, не надо заранее вот так подкопать и дать ей постоять. Нет, мои хорошие, с морковкой этот номер не пройдет. Вот что мы делаем, не нарушая правил? Обязательно. Значит, вот вы ее подкопали, вытаскиваем. Вытаскиваем. О, остановлюсь на этом моменте. Обратите внимание, сколько у нее белых корней. А это очень плохо. Вот знаете, есть у нас такая русская привычка. Засадили морковь весной и все. И будем ждать конца сентября, чтобы ее выкопать. Не совсем так. Дело в том, что морковь-то разная по срокам созревания. Есть скороспелая, среднеспелая, среднепоздняя и поздняя. А если суперпоздняя, так отчего белые корешки-то появились? Да от того, что она снова пошла в рост. Если это будет массово, ваша морковка в процессе хранения в подвале станет горькой и очень-очень жесткой. Поэтому не передерживайте свои морковки. Значит все, мы вытащили морковь. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно вот так сделать. Вот если у лука из его перьев к луковицам в положении лежа там или наоборот в положении висячем, но ботва у лука перо внизу, тогда да, тогда лук еще отдаст из перьев питательные вещества в свои луковицы. Но с морковкой все не так. Понимаете? Положить ее вот так, да, ботва очень быстро завянет и ничего сюда не даст. И начнет подсасывать из морковки питательные вещества и влагу, чтобы вот эта зеленка оставалась долгое. Растение так устроено. Вот мы обломили морковку. Ее, конечно, надо просушить, естественно. Ничего мокрого в подвал мы не закладываем. Так, берем наш нож. А теперь внимание. Ну, обратите вот внимание на морковку, что на ней нету черных дырок. Некоторые считают, что это проволочник. Да нет, мои дорогие, это морковная муха. А теперь обрезаем. Обрезаем на сантиметр-полтора. То есть зачем мы это сделали? Да вот, вот даже вот тут на зеленке видно, что там точечки появятся. И морковка снова выбросит ботву. Это во влажных подвалах теплых всегда так происходит. Но этого мало. Мы обрежем еще и хвостик. Не надо обрезать его вот таким образом, да. Вот самый хвостик. Это тоже точка роста. И она, скорее всего, начнет гнить, что очень нежелательно для морковки. Вот для того, чтобы сохранить ваш замечательный урожай в подвале, значит так, выкопать, сразу убрать ботву, обрезать ей, да, там, как это вообще называется, пяточку, там, где у нее точки роста для ботвы, обрезать хвостик обязательно, подсушить. И знаете, в чем лучше всего хранится морковка? Проверено мной. Это сахарный мешок. Он пропускает влагу наружу, но не пропускает внутрь ее. Мешок дышит. Но дышит он как бы не так, как если бы морковка лежала просто в подвале таким образом. В ящичках там, в ведерках и так далее. Еще один вариант, кроме сахарного мешка. Вы просто вот так ставите в сахарный мешок, да, два-три ряда. Не надо очень много. Ей все-таки надо дышать, чтобы она там не запотела. Вот вариант такой. Но еще хороший метод сохранить морковь надолго. Засыпьте вы ее под картошку. Отправьте вы туда свеклу. Отправьте вы туда, конечно, корни георгинов. Это тоже очень хорошо их сохраняет. Если у вас даже и подвал не очень там холодный, но в таком варианте картошка своей массой будет держать влагу. Она не даст ей выйти совсем. Они не высохнут и не завянут. Ну, а мы продолжаем копать морковку. Сегодня день очень хороший. Посмотрите. Теория о том, что очень редко посаженная морковка бывает вся пальцатая, не подтвердилась. Слышите, да? Еще много теорий мы с вами проверим, чтобы вы понимали, что делать нужно, а чего делать нельзя. Сейчас очень полезно сходить в семенной магазин и уже запастись семенами на следующий год. И у вас будет очень хорошая возможность не только выбрать те сорта любых растений, плодовощных и овощных культур, которые вам нравятся, но еще и как бы в спокойной обстановке разобраться, надо ли вам, да, ой, какая красивая, ой, как написано. Вы ее на всхожесть проверьте. Первое, что вы делаете, нюхаете пачку. Если есть аромат семян морковки, вы почувствуете даже через полиэтилен. Они очень сильно пахнут. Пахнут, значит, взойдут. А вот для того, чтобы проверить наверняка всхожесть, придя домой, вытащите оттуда несколько семечек, замочите в какую-нибудь там салфетку и дайте возможность, ну, можно горячей водой, да, салфетку сделать очень теплой. Она через 3-4 дня проклюнется. Если через 2 недели не проклюнется, значит, вы купили плохие семена. Придется покупать новую, потому что морковка, которая, да, вот при опыте таком, чтобы проверить схожсть семян, не взошла, значит, не взойдет и вовсе. Ну, первое-то, пахнут семена, взойдет, не пахнут, не взойдет. Ну, на этом-то все. Всего доброго и до свидания.